Игнатий Тихонович Игнатий Тихонович, вот вопросы по поводу возмущений, связанных с Владимиром Головиным. У меня супруга в свое время, вот, кстати, супруга моя, Галина. Христа Воскресе. Воистину Воскресе. Сынок Луки и еще двое на улице бегают. Так вот, насчет Головина такой вопрос. Вот как относиться к его деятельности нынешней? Игнатий Тихонович, учитывая, что он сейчас не под послушанием церкви вообще ни в каком виде, ни епископу, ни патриарху, как бы нищу власть теперь не признает. По сути, он отщепенец и, ну, раскольник, грубо говоря. Потому что он сам по себе. И при этом очень многие люди относятся к нему с большим уважением. Его наставления воспринимают всерьез, как пособие для духовной жизни. Но при этом те люди, которые его защищают, на его стороне сейчас находятся, они, по сути, церковь не уважают. Вместе с ее преданием, с ее правилами, послушанием и всем прочим. Как нам к этому относиться? Видите, я лично его не знаю. Ну, смотрел много, что он там раньше говорил, как был. Он собирался в прошлом году к нам приехать. В Потеряевку, в село. А потом он ответил, что это каком-то интервью он там давал. Про меня что-то спросили. Он дал отзыв очень хороший. Я вот считаю себя его учеником на меня. Ну, это уж как бы никуда не годится. Какой я? Учитель, что ли? Ну, говорит, дальше будет. Я нынче ожидал его в гости летом. Сейчас я передал. Едет туда Шахматов. А я непосредственно на него не выхожу, хотя он был здесь. А через Донаву здесь Семенов Вячеслав. Я говорю, передайте, чтобы он приехал. Желательно к 7 июля у нас в озере будет крещение. С кем он хотел приехать и все. Мне непонятно сейчас то, что он совершает какие-то таинства священники, совершает литургию и прочее. Ну, я не знаю. Думаю, что не совершает, потому что сам он вроде бы говорит, что благословение как бы, вот частично, да, благословение патриарха в том, что он не священник, он принимает. А благословение в плане того, что ему предписывали еще до лишения сана, он не принимает. Это вопрос другой, что принимает. Главное, канонически, чтобы он ничего не совершал, а остальное не в их власти. Можно я скажу? Да. Игнатий Тихонович, дело в том, вот, когда был прямой эфир через Инстаграм, когда отец Владимир Головин приехал в Москву, там они была встреча с Шахматовым, и они выходили в прямой эфир Инстаграм, где мы друг другу могли задать вопросы. Я задавала вопросы по поводу того, что будет со скитом, скит, который есть у отца Владимира, где мы посылали, где поминались имена на молитву, подавались имена на чтение акафистов по соглашению, по молитве по соглашению. Вот. И я спросила, имена, то есть скит этот будет дальше продолжать свою деятельность? Они сказали, да. Ну вот в этом вот, и почему я засомневалась сразу в отце Владимире, потому что теперь же на этом у него нет благословения, напоминания имён и всё такое. То есть если бы просто они молились, а то же как, там задала вопрос одна женщина, она сказала, отец Владимир, если мы будем молиться вот в эти заданные часы, как мы молимся акафистами, но не будем подавать имя в ваш скит, будет ли эта молитва, ну как бы, действенной? Он ответил, что якобы это всё равно, что просто спинку погреть, если мы не зашли полностью в дом. То есть он имел в виду, что эта молитва без вспоминания имени не будет действенной. Так как, если имя мы подадим в их скит. А чтобы подать имя в скит, мы должны заплатить за одно имя 700 рублей. Вот это я вообще вчера, позавчера, или кажется, какой-то ребёнок, он такой, ходить не может, ДЦП или как называть там болезнь у него. И он говорит, отца Владимира я знаю, и ещё из него меня он нашёл, этот мальчишка из Москвы. Александр его звать, Саша. И молитесь и молитесь. А он дальше имя записать, и там деньги помянул. Ну что-то, я не знаю, 10 что ли рублей. Я говорю, за что? А за то, что имя. Так а чем вы тогда отличаетесь от тех, которые в церкви это делают? И что за деньги брать за молитву? Да это нигде нет. Это самая настоящая симония. Вы же что делаете-то? Какие деньги-то? Я говорю, это вообще даже не то, что, ну не верится, что это сказали. А когда ставят условия, опять же, я слышу только это. Он говорил. Ну а когда выступал там этот Георгий Максимов, он теперь, значит, Владимир Валентинович, он не священник, он то другое там. Ну, я его знаю, этот, он на меня так же сам нападал, этот Максимов. Тут ему разве нет кого кусать, лишь бы на месте оказаться. Но вопрос идет о том, что с него снимают сан. Слово снимает сан, и это вообще, знаете, тут по-судебному патриархия на 100% не права. На 100%, ни на сколько. Почему? В католической церкви за 2000 лет ни с одного священника сан не сняли. Греческая, откуда мы получили веру, ни с одного еще не сняли. Он запрещается в служении. Все, сан не снимается. Бывшего не бывает. Он остался, каким был. И вот сейчас, если бы приехали какие-то епископы, он может пребывать среди них и сидеть, какое ему по чину место положено. Но не совершать, не благословлять. Только и всего. Тут перехватили через край, или они невежды в законе. А это уже адвокаты церковные этим занимались. Ну, я со стороны человека, я нигде не вылажу. Меня не в любой день вот так. Я расскажу немного потом, на меня какое гонение. На Владимира это даже говорить нельзя. Мне только за 8 месяцев пришлось заблокировать 9 тысяч человек, которые с матами на меня не лезут. На меня составлено в интернете примерно сейчас уже 230 роликов. Разные священники, кто только что не делает. Меня это не касается. Они бьют пустоту, потому что они бьют вчера, а я сегодня уже на другой версте. Уже за 5 верст вперед. Так и здесь. Через идею я ему сообщал. Как бы если передали. Мы немножко один раз переговорили с его женой, матушкой Ириной. Вот. И ничего нигде не нарушать. Дело в том, что он сам сказал, никакого раскола не будет, когда прослушал этого Максимова. Я никуда не уйду, я родился здесь, я православный. Куда я пойду? Еще выдумывают тогда. Я это принимаю на полном доверии к его словам. Он не может совершать никаких священнических действий. А на остальное никто не властен. Никто. На меня было такое. Я скажу. У меня книга вышла «К истинному православию». У меня 38 томов вышло книг. А одна называется «К истинному православию». Я 40 лет собирал материал. О крещении, о покаянии, там все выписано как есть. И там у меня вот эти темы уже были. Но нашему епископу, он был в зарубежной церкви, мы там состоим. А он потом 5 лет был домодедовским. Викарному патриарху Кирилла. Епископ наш, Евтихий Курочкин. И он сильно разобиделся на нас. Почему? У меня вышло 3 материала. Один называется «О благовестии». То есть «Благовестие». А я ничего не выдумываю. Как Андрей Кураев говорит, Игнатий ничего не берет. Он поднял пласты, забытые нами. Я работаю с литературой. С трудами святых отцов. Что благовестие касается всех. Ребенка вот этого касается. Жены касается. А где? Деяние 84. Я основываю ответы на священном писании. 77 книг. На святых отцах. Патрология менее. Это 300 томов. На соборных правилах. 719 правил. И на житиях святых. 1173 жития. А они ничего не могут сделать. Мои книги. Последние инстанции. Это у Дворкина были. Они отсылали. Говорят. 3-4 центра. Это миссионерских отделов. Одесский монастырь. Сейчас Киево-Пещерская лаврия. Уже пятый год на мои книги. И ни звука не издают. Я к тому говорю. Что он сказал. Если этот материал. Вы это не опровергните. А потом еще материал вышел. Любите врагов ваших. О военной службе-то. И кажется. Что-то такое тоже. О слове. Что на русском языке. Надо чтобы понятно было. Он сильно разгневался. Епископ. Брату пригласил. Запретим служения. Отцу Акиму. А меня. На отлучение. Или как. Еще ничего нет. Я сразу сказал. Только епископ. Языком шевельнет. Я сразу выйду в коридор. Дальше не зайду. Но дальше. Что я веду занятия. В пяти университетах. Еженедельно. Три радиопрограммы. Телевидение. Пять отделов милиции. Заводы. Фабрики. Он тут не властен. Его не касается. Он просто. По дуре может полезть. Как он может меня. Когда я вообще никак не касаюсь его. Для меня не нужно ничего. Почему? Бог благословил на благовестие. И он. Прошло какое-то время. Ничего не сделал. Но Бог сделал. Так мы молились. Что он сам стал переводить на русский язык. Пока. Там. За похороны. И все. Вот как. И я и говорил. Отцу Владимиру. Накажите. Ни под каким видом. Не касаться. На что указала патриархия. Не священник. А раз не священник. Он совершенно полноправный мирянин. Дальше не касается. Все запреты. Они уже легли на него. Он за них ответил. Снятием сана. Дальше никто не властен над ним. И поэтому. Деньги вот это. Что там есть. Я до конца не вник. Не знаю. И судить не могу. Но абсолютно даже слышать не могу. Что такое. Мне каждый день звонят. С Америки. С Англии. И откуда только нету. У меня списки. Не прочитаешь. Я молюсь каждый день. Еще я деньги должен брать. Вот. Семикратно в день прославляю тебя. Три святые. Сто поклонов. Семь раз в день я должен встать. На молитву. Еще я за деньги молюсь. Игнатий Тихонович. Игнатий Тихонович. Дело в том, что понимаете, мы у отца Владимира действительно есть талант вот этого проповеди. Да. И мы все поверили вот в тот момент, в тот момент, что когда мы все вместе молимся, это имеет огромную силу. И мы действительно, вот, например, молимся о здравии своих там детей, родственников, близких. Вот, например, у нас Акафис считается в субботу великомученику Пантелеимону там в 20.00. Да. Мы все читаем, молимся, поминаем наши имена. Но мы за это имя должны отправить деньги на тот сайт. И мы готовы отправлять эти деньги. Именно должны. Я не слышал. Не слышал это. Вы не говорили мне это. Я не хочу отца Владимира думать так. Никак. Деньги уберите. Мамона, и Господь говорит, не можете служить Богу и Мамоне. Что непонятно-то? Так, Игнатий Тихонович, вот говорят, что якобы, если мы не отправим туда деньги, не подадим имя, дадим они в деньги. Если мы не подадим имя к ним, напоминание в скид, то наша молитва не будет иметь такую силу, как если бы нас там поминали. Ой-ой-ой. Так, ну знаете, что... Теология исключительности. Я сейчас закончу эту мысль. Смотрите. Вы вот этому человеку в голубой и зеленой рубашке доверяете? Да. Вас двое. Писание говорит, где двое или трое собраны во имя мое, там я посреди них. А третье у вас на руках. А молитва ребенка, он воздохнул и все. Все остальное выдумки человеческие. Почему и написано, Давид, 118-й Псалом, 113-й стих. Говорит, вымыслы человеческие ненавижу, а закон твой люблю. Для молитвы нет преград. Вот смотрите. Маленький пример. Неемия, вторая глава. Книга Неемия. Он очень доверенный человек, плененный. Царю подает вино. А через вино и проще отравить можно. И однажды, там начинается глава так. Только не отлетитесь никуда. В это время царь, царь, увидел у него и говорит, у вас печальное лицо? Ты болен? Нет. Если Сталин увидел, что глаза бегают, считай, человек уже в гулаге сгниет. Я, говорит, сильно испугался Неемия. И дальше, я помолился. Ну где, когда вокруг стоят языческие князья, он помолился. Он дома молился, а здесь сказал, момент, помоги. Два слова. Все. И Бог услышал. И он стал говорить, как ни печальным. Город разрушен. Народ пленен. Еще ты хотел бы, да чтобы отпустили нас. И далее он выходит с Ездора и совершает дело, которое никто никогда не делал. Вывели народ из плена торжествующе. С указом царским, чтобы никто не мешал. И Едора и Неемия тоже участники. Три книги Ветхого Завета написаны. Ветхий Завет собрали они. Восстанавливают ворота, стены. И развод всеобщий сделали. И за которым нет ни одного проступка. Ни как у Давида. Там то жену взял, то мужа убил. Ни одного. И его не канонизировали монахи. Ездор не канонизировали. Ему равных нету в мировой истории. Почему? Потому что Библия на первом месте стояла. Они ее не любят. На это не надо глядеть. Феофан Затворник говорит. Священник говорит. Я благословляю. А Бог говорит. Я не благословляю. Что будет утверждено на небе? Вы должны по Слову Божию смотреть. Деньги исключите. Я не слышал. Я к отцу Владимира хорошо отношусь. И к нему это не отношусь. Ну просто бывает ошибка. Я ослышался. Я плохо слышу. Так поймите, что я на чем остановился. Что мое мнение о нем не изменилось. Кто может сказать ему? Никакого значения в молитве деньги не имеют. Двое или трое. Господь говорит. Не собрались, а собраны. Духом Святым. И я посреди них. Вам ничего этого не надо. Не надо в то... Знаете, когда молятся? И сами молитесь дома. Ни рубля нельзя давать. Мне звонят помолиться с Австралии. С Германии. С Италии. Там с Испании. Я не говорю местные, которые заваливают. А почему? Я говорю, у вас в Италии некому молиться? А мы слышали в Италии, что вашу молитву Бог всегда отмечает. Откуда я знаю, отмечает нет? А что? Да вот такой ребенок на руках. Он один внук. И сегодня операцию делать. Операцию делать. Я говорю, что хотите? Ну помолились. Я говорю, вот сейчас только. Вот и сказали. Я сразу мысленно уже дошел. Так, ребенок через 20 минут после начала операции умрет на операционном столе. Будете делать операцию? Стоит молчание. Германия звонит. Ну, я должен знать, молиться или не молиться, что Господь душу принял его. А почему умрет? А мне вопросы не надо задавать. Я молюсь, и Бог мне не на побегушках. Он сказал, я должен выполнить. Молиться или нет? Я не прошу никогда здоровья, я прошу, да будет воля твоя и на земле, как на небе. Вы согласны с этой молитвой? Согласны. Вот так. Поэтому я просто испытать вас хотел, говорю. Я ничего не знаю. Только сейчас я буду молиться. А уже результаты мне не открыты. Давайте на месте. Ну что сделать? Сто поклонов, три святое, сто поклонов. Согласны? Согласны. Давайте. Мы начали молиться. Проходит часа три. Она говорит, операция прошла успешно, но температура такая, врачи опасаются. Я говорю, теперь молюсь. Молюсь, она прям минут пять прошла, говорит, температура резко пошла вниз. Какое отношение я имею? И молитва вообще ничего не значит. Значит, Господь. Господь. Другая звонит из Италии. Я привожу этот пример неоднократно. Она вышла замуж, дети выросли неверующие, теперь охота сюда. Она к монархическому обществу, царя, батюшку, чтобы... И мне опять же звонит. Точно так же. Слышала, что вам Бог отвечает. Я говорю, а вы выполните, что Бог скажет? Ну а как же? Не искушай Бога, запиши. В 7 вечера, 21 января, ты мне звонила. Я сразу стою на колени. Становись рядом со мной. Я тебе буду ночью и днем молиться. Она через день спрашивает, как? Я говорю, ответа нет. Вторая неделя, третья, ответа нет. Только сказал нет, и ответ пришел. Я сразу ей дал сигнал, она выходит. В чем дело? Я говорю, ответ пришел, записывай. Но она думает, я сейчас скажу, ехать или не ехать. Я говорю, нет. У меня как бы сознание, как бы, как бы, как бы, вы слышите, я никогда не видел, мне видения не было, ни разу не слышал. Как бы место Писания и место из экклесиаста. Я говорю, запиши, выпиши буквами крупными. А вот теперь пойди к батюшке, к духовнику своему, я об этом уже молюсь, и ему покажи, скажи, вот ответ мне сказали такой. Помолитесь, разъяснит он, как тебе, ты так сделай, как скажет духовник. Я тут ни при чем. Что я сказал не так? Я тостал, говорит, к священнику. Прокаженого куда? Исцелился, иди покажись священнику. Она помолилась, пришла к батюшке. Батюшка прочитал, ну стал молиться и сразу же с ней сказал, говорит, ездить тебе не надо. Как она взахалась, да я же думала, да собралась, ко мне уже больше не обращайся. Я только прошу, чтобы ты не была нарушительницей. И успокоилась, и осталась. Мне не дано давать ответы какие-то. Мне открывается через Писание, и я отсылаю к духовнику. Молитесь, что Бог разъяснит? Вы не знали, о чем молиться? Я конкретно показываю. Вот стих. Как Бог скажет, а там да и нет. Меня обвинять нельзя в этом, что? Да. Можно вопрос вам такой личный? Да. Если бы у вас, у вас же есть епископ, который правит в вашей епархии? В нашей епархии у нас митрополит Сергий Иванников. Митрополит Сергий. Митрополит Сергий. Московская патриархата. Хорошо, да. А мы относимся к русско-православной зарубежной церкви. Две общины. Да, я знаю. Да. Вот такой вопрос. Если, допустим, ваш правящий архиерей, да, вот. Как вы сказали, владыка Тихон, да? Нет. Нет, нет, нет. Только это в моих хороших отношениях. Он над нами власти никакой не имеет. Никакой. Он никакой власти не имеет. Хорошо, допустим, вот представим себе, хорошо, представим себе, допустим, священника, да, над которым есть власть все-таки епископ. Да. Вот, допустим, его епископ благословляет, ну, к примеру, вот, отказаться от, например, публичной деятельности. К примеру. Может же быть такое? Может. Вот, как он должен поступить, даже если он за собою нарушений или грехов в своей интернет-деятельности не видит? Вот так ему поступить? С точки зрения духовной. А принять благословение и отказаться от духовной деятельности, ради того, чтобы послушание исполнить? Или пойти на конфликт? Нет. И при этом он знает, что этот конфликт может грозить ему как раз-таки и прещениями. У нас это было, еще раз говорю. Епископ сказал о русском языке не говорить три года. Никуда не писать ничего. Мы это приняли. Три года мы молчали. Как только 23 мая подошло, мы сразу начали совершать. А что, мы просили не на русском языке, а у нас на церковно-славянском. А что библейское? Из Библии. Но если из Библии поется, поем на церковно-славянском. Мы пошли щадящим путем. Считаем псалтырь, паримии на русском языке. И они, когда у нас служат, патриаршие, они точно так же берут и считают все по-русски. Библейское. Только библейское. Благословение вы исполнили. 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 Мы нигде... А на нас в это время нападали. Почему молчите? Архиерей сказал, для нас закон. Но это мы свое. Потому что речь касалась только нас. Не говорите об этом. Материал-то вышел. Газеты эти наши читают. Книги читают. Что мы лично нигде больше о русском языке не говорили. И мы приняли с радостью. Но когда архиерей стал грозиться там за то, что я сказал, воевать не надо, и доказал по слову Божию. И что отлучаю? Я сразу предупредил всех. Я сразу выхожу в коридор. Пока они снимут. Но он приехал, пришел ко мне в университет и сидел на занятиях. Он дальше не пустил. Господь поразумил. А почему мы молились? Ни шагу в сторону не сделали. Конечно, никаких денег у нас нигде не было. Нам проще было. Мы только просветительской деятельностью занимаемся. И тогда мы поехали на Благовестие, к нему заехали, там переночевали, благословились и поехали дальше. Но у нас это единственный епископ, который не берет поборов ни с кого, когда проезжают. В конвертики там. Самый бедный. Даже не поверили, что в России есть такой епископ. Певтихий, Курочкин, в город Тюмень. Чудесно. Еще вот такой момент тоже с послушанием связан. Вот очень часто защитники, не то что Головина, а вот этой идеологии новой появившейся. Вот эта молитва по соглашению и прочего, Болгара. Вот они часто, очень часто сравнивают вот эти гонения, да, как бы гонения на Владимира Головина с гонениями на Христа и с гонениями на Яна Златоуства. Но при этом, как бы, они не говорят о биографии, да, извините за такое сравнение, даже о биографии Христа. Что при том, что его гнали, его же не просто гнали, его гнали в том смысле, что он эти гонения принял добровольно, молча и со смирением. Он не боролся за правду с фарисеями, никого там не призывал мстить, там даже Петра, когда он достал свой меч, он Петру приказал убрать его в ножны. А у нас ситуация получается такая, что давайте мы за правду стоим до последнего. Здесь вокруг зло, волки проникли в церковь, извините за эмоции, да. И то же самое с Иоанном Златоустовым. Да, есть пример, что его гнали несправедливо. В итоге церковь эту несправедливость признала, он канонизирован, мы его очень любим, просим его о святых молитвах. Но при этом он, когда был гоним, принял-то свое гонение все-таки со смирением. И даже обратился к пастве и сказал, чтобы люди приняли это как промысел Божий, чтобы не устраивали никаких смут. И он сам, грубо говоря, пешком пошел на место своей смерти в Абхазии. А при этом нам сравнивают, нам Головина сравнивают с Христом и Иоанном Златоустовым, говоря, что вот видите, их гнали несправедливо, с ним нас горит несправедливо. Мы точно такие же мученики и жертвы. Ну тут, знаете что, недавно я беседовал на эту тему, и говорит, как же так, вы же в хороших отношениях с отцом Дмитрием, а теперь, Владимир, а теперь вроде против. Я не против. Я просто хочу разъяснить позицию свою. Вот Златоуст, а Златоуст не так все просто было. Он говорил эти слова, которые вы говорите. Но дальше он пишет, куда? Папе Иннокентию. Златоуст нарушает, обращается письмо, нарушает канон. И он не побоялся это сделать. Потому что за море, прям канон, говорит, никогда не обращается за помощью. Он ему все излагает и все это говорит. Третий том, просто почитать надо. Письма. Тем не менее, да, да, но он все равно принял. Принял, а что? Да ему деваться некуда было. Он принял. Принял, он знал, что за этим последует. Он принял. Ну, мы знаем, такие были, когда его учителя Милетия сослали, а люди отделились. А в это время епископы прислали павлин. Павлин, это имя такое. А когда тот в ссылке-то вернулся, народ уже надвое разделенный. И они собрались вместе. Что делать? Как объединить? Они тогда сказали так. Кто первый умрет, то моя паспа, которая вдовеет, переходит туда. А неважно какой. То есть опять объединяться. Вот видите, можно найти решение. Вот это компромиссное решение. И оно правильное. Здесь у отца Владимира одно «но». Я сказал об этом, люди не понимают. Шестой Вселенский Собор, 14-15 правило, говорит, что если человек рукоположен раньше 30 лет, да будет извержен. А он почти в 25 рукоположен. Ему это не надо забывать. То есть он должен быть извержен. А они-то, которые будут извергать, они все извержены. Патриарх Кирилл 30 лет не был, уже епископом был. Они топтали все правила. Тут, понимаете, надо смотреть правила. За правилами 1500 епископов стоит. Второй, шестой Вселенский Собор. В этом смысле запрещен. Запрещен вы имеете в виду, да? В священстве. Запрещен. Нет. Я сейчас не об этом. Благодать же нельзя. Нельзя же благодать отнять. Благодать крещения отнять нельзя. Я сейчас не об этом хотел сказать. Мы сейчас говорим про правила, которые дал нам Господь. Они названы трубами Духа Святого. Шестой Вселенский Собор, второе правило. И священнику каждому должны правила даны быть. Правила, которые, каноны. Семь Вселенских, девять поместных. Если он скажет, а я не принимаю. Но это не православный. Православие на этом стоит. Так вот, он рукоположен раньше. Как мне известно. Я лично с ним не говорил. И поэтому, ну, ему надо это принять с радостью, что теперь правила этого не касаются. И теперь он не будет сидеть. А иди, я говорю, проповедуй. Идите, благовествуйте миру. Идите, рассеявшись. Ему не надо сидеть на месте. Когда... Хорошо, еще такой вопрос, Игнат Тихонович. Простите, перебил вас. Насчет, все-таки, вот он мирянин, да? Он может проповедовать. Как и я могу. Конечно. Как мы все можем. Даже моя супруга. Но ведь, по сути, сейчас его главная проповедь все-таки, извините, литургического характера, а не богословского. Ведь он организовал центр молитвы. Молитвы. Нет, не касается. Молитвы, соборной, организованной. Это не касается. Не касается никакого. Его в литургическом смысле объединены, а не в богословском. Но если бы он был... Просто слушают его слова. Понимаете, а если бы он был мирянин... Он будет собранную молитвенную жизнь. Но молитвенно это не входит в действие, которое священнослужит. Это может делать любой человек. Любой мирянин. То есть я тоже могу организовать людей сейчас на молитву? Да, и никто вам ничего не скажет. Никто не властен. Вы подотчетны только Богу. Потому что молитва к Богу идет. К Богу. Между молящимся и Богом прокладки не надо. Да, да. Игнарь. Хорошо. Я тоже, получается, смотрите, я тоже священник, да тоже запрещен. Вот если вашей логике следовать. Потому что у меня тоже извергли сана. То есть я могу сейчас, да, вот стать хорошим парнем. Да. Натренировать свои риторские качества. Нормальненько так изучить какие-то такие миленькие, красивые и проникающие в самое сердце жития святых. Там красиво научиться излагать евангельскую историю. Пустить свои проповеди в интернет. Престить пару сотен тысяч человек. Влюбить в себя просто силой своего слова и своей харизмы. А потом сказать, братья, я придумал кое-что древнюю практику молитвенную. Вот мы, оказывается, должны вот на голове стоя молиться, да, где-нибудь в поле все вместе. Тогда Господь нас услышит. И ладно, это не самое еще страшное. Но при этом, друзья, чтобы нам всем вступить вот в это молитвенное общение, мы должны объединиться, да, вокруг моей банковской карточки. Нет, это я сказал, деньги не поминайте, они никакого отношения не имеют к верующим. Да вот в том-то и дело, Игнарий Тихонович, я-то прекрасно понимаю, что не имеют. Даже со всеми своими грехами я понимаю, что деньги никакого отношения к молитве не имеют. Но когда мне говорят, вот Владимир Головин, вот многие, кто в этом задействованы, они не говорят, ну что такого, это часть системы, грубо говоря, часть системы, чтобы нам полноценно участвовать, чтобы нам чувствовать, что мы часть всего этого организма молитвенного. Нам нужно платить деньги. Вот, ну никак от этого не уйти, к сожалению. Я предлагал, предлагал своей супруге, когда она была на интервью у Шахматова, чтобы она сказала и высказала предложение, пусть Владимир Головин сделает очень просто, чтобы не соблазнять таких вот засранцев, как я, простите опять за выражение, пусть он просто, вот эти таблички, у него есть специальные таблицы в сайте, вы вносите имя, выбираете акаписты, какие вам нужно читать, и в конце появляется сумма, уже конкретно, на основании количества акапистов и количества имен. Я говорю, просто пусть он уберет таблицу, которая суммирует, подсчитывает количество молитвы, и просто оставит, хорошо, для пожертвования, там, номер банковской карты, счет, там, все, что хочешь. Просто добровольно. То есть вы вносите имена свои, сообщаете их, неважно. А платите уже сколько хотите. Вот, например, я просто так, для интереса проверял эту систему. Я написал одно имя, ввел там количество акапистов, у меня появилась сумма, ну, по-моему, была 7 тысяч рублей. Да, это там такие суммы, не смущайтесь. В общем, и я написал, что я заплачу 5 тысяч рублей, я внес туда 5 тысяч рублей, нажал далее, и мне выдает сайт ошибка, внесена недостаточная сумма. То есть написано 7 тысяч, что должен заплатить не менее 7 тысяч. Хочешь заплатить 5 тысяч, ты уже не можешь, система тебя блокирует. Ну, неохота слушать даже. Ну, зачем вы мне в голову засоряете прямо? Так, Игнат Тихонович, так засорена голова очень многих людей вот этой темой. Этого не должно быть. Не должно быть. Не должно быть. Никак. Понимаете, не можете служить Богу и мамоне. Ну, еще непонятно. Не можете. Иначе об одном будете родить, а об другом не родить. Так, Игнат Тихонович, знаете, как они делают? Вот к вам съездили на интервью, да, Алексей Шахматов? Вас красивенько так сняли, ваши очень умные, здравые и ясные мысли зафиксировали. И при этом ставили, вот видите, вот Игнатий Тихонович Лапкин, он на стороне отца Владимира. И это все преподносят сторонникам Владимира Головина. И говорят, вот подтверждение того, что Владимир Головин все говорит правильно. Я этого не говорил. Я не говорил это. Они так это преподносят. Они это так преподносят, Владимир Тихонович. Знаете, если один человек говорит, я отвечаю за свои слова, а не за то, как вы их поняли. Слышали? Я отвечаю за свои слова, а не за то, как вы их истолковали. Вот я могу сказать. Я говорил не об деньгах, а конкретно о чем? О том, чтобы молились в простоте сердца. Вот мы молимся каждое утро по интернету. Все, согласились. А кто пристает каждый день? Считаем, какой порядок идет. Салтырное чтение, молитвы утренние, 100 поклонов делаем. Ну и все. Сейчас вот пасхальные каноны считаем. Кто желает? У нас в интернете каждое утро утренняя молитва начинается в 5 часов утра. Ну, по Москве это в 2... И вы же не просите за это перечисление вам? Да ну не говорите, прям вы меня сшибаете словами таким за деньги. Ой-ой-ой. Тихонович, к сожалению, такова вот суть дела. Вот такова суть дела. Спасибо, Господи, Игнатий Тихонович. Вы мне очень помогли своим ответом, потому что я просто находилась, вот как бы вот спорила со всеми, что... Ну, когда я задала вопрос насчет того, что... Когда услышала, то есть как женщина задавала вопрос, и отец Владимир сказал, что молитва не будет действенной без того, если я не подам записку напоминания имени туда, а там записку без денег не подаст. Вот это меня с ног сшибло, как вы говорите. И я вот очень сильно засомневалась во всем, от кого вообще все эти молитвы наши такие. Ну, конечно, это все, молиться это хорошо, но теперь я вас услышала, и спасибо Господи, теперь мне как-то свободнее дышать. Так, знаете, все не надо, кажется, за одну нитку-то тянуть. Я говорил только про деньги, остальное это молится, допустим... Нет, я поняла, про деньги я поняла, но я молиться как бы буду, но как бы вот все молятся, я вот... Сама знаешь, в какое время молятся, а ты можешь раньше, позже, это в любое время. Зачем время? Бог вневременный, Бог невременный. У Бога нет часов. Это нам, когда удобно. Да, спасибо Господи. Да, а теперь... А еще я хочу... Теперь относительно молитвы этой, когда молятся. Вот мы, допустим, молимся, а я доказываю, когда шахматов был здесь, по соглашению, по согласию, разницы нет. А как? Ну вот один из примеров. Аман решил погубить еврейский народ. Книга Испирь. Книга Испирь. Он решил погубить народ. И тогда Мардахей сумел ей передать Испири туда, что большая беда, еврейский народ погибает. И она там постится и молится, молитву по соглашению. А он объявил весь народ еврейский в молитве. Это молитву по соглашению. Да, да. Да, в слезах, в пепле. Он посыпал голову пеплом. Его тогда подозвали, она где-то там не видно, там, за стеною. И он всей поговорил. Там евнухи караули, чтобы она не шевельнулась. Что делать? К царю можно пойти, когда он позовет только. Кому прострет жезл. Если кто бы ни был, зайдет, без разрешения казнят сразу. И она помолилась. Ей говорят, нельзя идти, нельзя. Мне выбора нет. И она пошла, все молились. И он как глянул на нее грозно. И вдруг, мгновенно, видимо, ангел ему что-то показал. И он сразу расслаб. Так, садится. Проси, чего хочешь. И дальше поворот событий. А события будут, знаете, дальше как разворачиваются. Особенно красочно показано в фильме «Исфирь». Не смотрели? А посмотрите. И вот когда они молятся, он молится там в пепле и прахе, а она там молится. Это, я считаю, центр всей картины. Как они по соглашению весь народ молятся. Но никаких денег, слезы. Слезы и стон, и пепел, и пыль на голове. И Бог сердца царя взял, и получилось, амана повесили. А народ израильский по сегодняшний день празднует этот праздник. Вот как. Теперь апостол Павел находится в тюрьме. Филиппийцам. Ну, мы теперь знаем, как цепь. Одна к руке она прикована, а другая к стене. Он не может. Но рука, она свободная. И он пишет филиппийцам письмо. Одиннадцать раз слово «радуйтесь». Радуйтесь. И еще говорю «радуйтесь». Итак, молитесь обо мне. Призывает церковь. Это молитва по соглашению. Что по молитвам вашим. Я не его молитве апостольская, а у народа больше молитвы-то. Он это признает. Я был освобожден для проповеди Божией. Вот когда патриарх Кирилл встретился там, в Гаване, с Франциском. Когда встретился он, ну, здесь начали бунтовать. А патриарх предался, он благословлялся. Непоминающие появились. И вы знаете, есть такой форпост-фильм там, на границе с Румынией. Да, там был Михаил Жар, а теперь он Лонгин, епископ. И он сразу выступил, и они стали поминать. Но я как-то на них вышел. И они ко мне очень расположены сразу. Вот, понимаете, мы так рады, что вы нас поддержали. Я говорю, я в чем поддержал-то вас? Я сказал молиться вместе. И стали мы молиться. Я говорю, вы вот что сделаете. Сейчас мы молимся. Патриарх молит, поминайте, не поминайте. Еще о патриарху. Он же не горшок в печке. Скажите, у вас в Румыне есть? Да, есть. Там 55 человек в Румыне. А украинцы есть? Есть. Украинцам 102 человека. Я, к примеру, говорю, русские. Так вот вы сейчас занимаетесь. Возьмите документы, что зарегистрировано, чтобы вас по закону Яровой не арестовали нигде. И идите проповедовать. А тут оставьте стареньких коллег. У них ребятишек около 200. И пусть кормят, пеленки стирают. Не сидите. Господь, уходя с земли, дал один наказ. Сидите и ждите. Доколе не обречетесь силою. Сидите и ждите. Это последний, самый великий наказ Христа. И они сидели. Вот это монастырь на 10 дней. Когда доколе не обречетесь силою свыше. Вы меня слышите? И это день 50. И Дух Святой сошел. Они пошли во всю вселенную. Я говорю, отпустите людей. Они меня сразу, говорится, вычеркнули. Я им посоветовал это. Они ко мне хорошо относились всегда. Они сразу меня забыли или что? Больше ни разу на связь не вышли. Я Владимиру говорю, оставьте все. Это от Бога вам. От Бога. Вот это, что раньше рукоположен, теперь вас убрали. Ты уже навластвовался. Иди проповедуй, дорогой батюшка. Не сиди. Возьми этот свой жезл, который у тебя красивый такой. И пошел. Иди в ближайшие села, везде. Мы только вокруг нас селения, которое мы зашли в 30 тысяч дверей. Евангелие разное. 30 тысяч. Вы знаете, наша миссионерская поездка какая была? Из Барнаула мы дошли до Владивостока доехали. В Владивосток. Тихий океан. Дошли Лиссабон. Атлантический океан. Прошли Турцию. Шесть мусульманских республик. Скандинавию, Прибалтику и Север. Я подарил 650 городов полный комплект своих книг, 38 томов. А это стоит 750 евро. На 35 миллионов подарили, чтобы Слово Божие росло. А у меня пенсия на сегодняшний день за 35 лет стажу. 8 тысяч 141 рубль 33 копейки. Значит, не мои деньги. Бог дает. И Бог так дает. Так, Игнатий Тихонович, сейчас же можно и без ходьбы через интернет проповедовать. Вот как бы отец Владимир и продолжает. Но я думаю, это никак не отнимется. Пускай оставит кто-то за него. Пусть он сам походит. Мы в окрестности все охватили. Прошли. Повторяю. 30 тысяч домов посетили. Квартир. Вы считаете, что ходить необходимо, да? Необходимо. Я даже и то выхожу по воскресеньям и раздаю Евангелие. А мне 80 лет. 80. 10 июня будет. Но я-то прошел сколько? Мы проехали 120 тысяч километров. Ночевали в лесополосах. Где там были выступления на стадионах, на библиотеках. 650 городов посетили. Это нельзя сделать человеку своими силами. Это невозможно. Это немыслимо. И это все перед Богом. И что интересно. Везде пили сырую воду. И никто не заболел. У нас просвор и святая вода. Мы в такой простоте проехали. Вот проповедующий человек подошел. Можно вам деньги дать? Не просто как-то. За нас молились мусульмане. Баптисты. В Великобритании ролик поставили. Стоят баптисты. Я не видел такое. Ребятишки рядом. И они крестятся. Молятся. Господи, благослови Игнатия в путешествии. Это Бог так располагает. А когда в Швеции мы сломали машину. Сразу кто-то там дал телеграмму или что. Бросайте машину. Сейчас мы слаем деньги. Покупайте иномарку и едете дальше. Вы понимаете? Я рассказывала сегодня. Это нельзя составить. Но у нас это мы показывали. Как мы в Швеции стояли. Какая безнадега была у нас. Не двинуться. Не знаем ничего. И Бог сделал так. И полиция. Все на нашу сторону. И наши русские люди посоветовали ехать не в Финляндию. Где у нас уже оплачено все было. Что интересно. В первый раз из-за границы сделали запрос. Можно ли мне дать место у них проповедовать? И патриархия ответила можно. Это вообще чудо было. И там все оплачено было. Мы не доехали. Нам пришлось посоветовать повернуть, переплыть в Литву. А из Литвы мы сразу дали сигнал куда? Там недалеко Калининград. А знакомый, глаза вы ему не видели. Он нам ставку сделал. Большой морской контейнер. Там где-то в Калуге было. А он в это время в Испании. Он дал распоряжение этот Дмитрий Булкин. Чтобы за нами эвакуатор пришел. А когда на эвакуаторе едешь, ровно в сто раз дороже, чем своим ходом. Сто раз. И везде евро. И нас дотащили, отремонтировали. А когда мы приехали в Нижний Новый, где машина была сделана. Ну, стали, нас оттуда маленько выдвинули. Мы стоим, мешаемся. Мы-то в Соронку отошли. Нам нужен главный конструктор, инженер и директор. Вот так. Мы отошли, стали молиться. Глаза открыли. Стоим около... А здание этажа 5. Смотрим, 3 человека уже стоят. И главный конструктор, и главный инженер, кого просили. Мы молимся, Бог их как пророка в вакуума в ров Даниилу опустил. А там все. И они... Кстати, Тихонович, а насчет машины, не легче было ее оставить, эту развалюху? Нет, не развалюха. Я ее называю лебедушка белая. Она хорошая. Понятно. Понятно. Она, во-первых, у нее проходимость мощнейшая, высокая. Она как танк идет. Мы только на одно путешествие, на бензин потратили 440 тысяч. Ну, ясно, что не мои деньги. Это Бог говорит. Вот у меня священники ночуют. И я говорю, мне завтра книгу выкупать надо. Предоплата-то есть. Ну, надо помолиться. А откуда деньги? Я говорю, это я не знаю. Бог мне не докладывает. Ну, помолились. А я всем говорю, после 9 по-нашему не звонить. Это личное время. Молитвы. Ну, уже отходим мы от этого. Только часа 2 прошло, звонок. Вот картина какая. Кто-то звонит. Это Россия? Я говорю, да. А вы знаете Лапкина и Акима? Я говорю, это мой родной брат, протеерей. Так вот у нас умер дядя Климент. И говорят, у вас храм во имя Климента Анкирского. Ну, вот говорят, там молитва лучше доходит. Я говорю, нет, это лагерь называется. А нам все равно. Вы завтра пойдите по Вестерн-Инону, получите деньги. А священники-то у меня, они вот такие глаза. Это вы так молитесь. Я попросил, и мой Бог. Живая молитва, живой человек, живой Бог. Я утром иду, уже все. Первая книга стихов я не могу выкупить. Денег нету. А что делать? Молиться. Я ищу выхода. И одна сестра, Егоренка Надежда Павловна, заболела. Она у меня экономом была здесь. Ну, как комендантом от этой местности, где я живу сейчас. И у нее рак. Я к ней не раз приходил. Ее батюшка уже соборовал. Я говорю, как только сейчас ты умрешь, отойдешь, 40 дней по мытарствам пройдешь, мы будем помогать тебе молиться. Все мы псалтырь считаем, молимся. Ты Богу поклонишься, Божьей Матери поклонишься. А потом Надежда Николаевича Дотворца. Он любил золотишко-то подкидывать. Пусть он мне подбросит. Мне книгу выкупить надо. Я уже ей умирать завтра, накануне я еще к ней пришел. Она уже шепотом, слышу, знаю. И вот у 40-й день все спрашивают, ну что, ну что, а все молятся. Я говорю, ничего пока нету. Да как же так-то? Так она такая была хорошая. Неужели она не спаслась? Я тоже не знаю. Я вообще ничего не знаю. И вот 40-й день кончился, это, видимо, 41-й был, звонок. Заходит человек. Вы, Игнатий Лапкин, да. Вы, я слышал, в деньгах нуждаетесь. Я принес вам деньги, у него саквояжик. Если бы я попросил в пять раз больше, он бы дал. Но одно условие. Вы должны дать мне обещание. Я говорю, если это не вредит моему спасению. Нет. Вы никогда никому не называйте мою фамилию. А их, оказывается, трое, они предприниматели. Предприниматели, там, нефть, там, все такое солидно. Я его могу только на руках молитвы нести. Господи, благослови ты его. Все, деньги вытащил он, повернулся и пошел. Ни расписки, ничего. Повернулся и вышел. Я в этот день, первая книга, напечатана. Для меня это, я никогда не видел, чтобы мои труды были напечатаны. Я в огонь еду, на трамвай не могу насчитаться, насмотреть. Какие картинки, как все сделано. Там на музыку стихи положены, ноты. Бог это делает. Златоуст говорит, слава имеет особое свойство. Когда за ней гонятся, там, она убегает. А если ты от нее бежишь, она тебя все равно настигнет. Вот я убедился. Мне разницы нет. А вам что? Вот сейчас шахматов был. Понимаете, вот столько людей бы вы привыкли. Там, без бороды были бы или где-то. Ну, что это за такое? Ему все равно. Я говорю, мне это все равно, потому что это в руке Божией. Моя задача – возвестить. И поведут вас для свидетельства, не для обращения. Феофан Анатолий говорит, благодать трех видов. Призывающая, обращающая, освящающая. Вот первые две у баптистов, у сектантов. А третьей нету, нет священства. У православных священцев первых двух почти нету. Призывать – это мне показано, я обязан. А обращать – Бог обращает. Поэтому и сеющий, и поливающий – ничто. Все – Бог возвращающий. И когда ты, ты знаешь, меня не интересует там обратяться, не обратяться. И Анатолий говорит, если никто не обратится, награда выше. Потому что, если человек обращается к Богу, у тебя на душе удовольствие – это награда. Ну, говорит, ладно, пусть я без награды останусь, только обратитесь. Это Анатолий говорит. Мы должны быть, знаете, в полном послушании Богу. Вот Бог сказал, и на этом все. Я епископу сразу сказал, я во всем подчиняюсь, а что проповедью, чего радиопередачу брошу. Тогда не было еще интернета. Да он и не претендовал. Представьте, у меня пять отделов милиции, городское, краевое, 750 там офицеров, и они за мной только приезжают. Я везде выступаю, в КГБ, в прокуратуре, заводы, фабрики, 13 школ, техникум, 5 университетов. Все Бог сделал так. За мной приезжает полковник на машине. Нам нужно сказать вот об экстремизме, экстремизм. Я вышел с Библии в руках и показываю так темы об экстремизме. Я экстремист. Представьте, я ему с Библии говорю, я экстремист. Они-то вызвали меня, что я против экстремизма. Я говорю, нет, экстремист – это человек до совершенства доводящий дело. Дело. Ну и дальше им разъясняю. Мне радостно это говорить. И к отцу Владимиру я могу дать совет самый верный. Ни на что не делать, деньги отменить, категорически передать. Нигде, чтобы ни одного рубля не было. И иди проповедуй Евангелие. Иди. Пешком. Ему сколько лет? 60 есть? 57, конечно. Ну, 57. Ну, считаю, на 23 года моложе меня. Он в сыновья мне годится. А я все еще хожу. Он просился на покой. Уже 5 лет на покой просится. Ну, ладно. Но у меня здесь 35 тысяч подписчиков и 34 миллиона просмотров. 15. Простите, Тихонарий. Да. А насчет детского лагеря? Хотела спросить у вас насчет детского лагеря. У нас Павлик, старший, ему 6 лет исполнилось. Вот-вот. И как можно к вам приехать? И можно ли привезти ребенка? Или с ним остаться лучше? А где вы живете? В Стергиев Посаде. Это в каком месте? Это Московская область, рядом со Струнино. А, а в Струнино-то там у стюжанины Клавдии, которая воскресла. А Андрей там служит. Батюшка. Да, я слышала, вы об этом говорили. Я его знал, когда я учился в седьмом классе, я к ним приходил, когда она уже, после воскресенья ее, я их знаю, лично встречались. Ну, что сказать? Самое, конечно, лучшее было бы, если вот все до одного с хозяином вы приехали, у нас отдохнули, я вам отдельный домик дам. Там, я могу сказать, что дать, крупу, макароны, растительное масло, сахар, бесплатно. А молоко себе сами можете покупать. Это у меня что-то для детей, организация какая дает. Лагерь, который был, мы его под музей сейчас добиваемся. А теперь приобрели несколько домиков. А нельзя. Говорят, меня закрыли, не закрывали. Я его сам расформировал. 45 лет я был начальником. 45 лет тысячи детей подняли. И ни рубля государство не дало, ничего. Только Гнобелик в 98-м году 15 краевых комиссий в Айбарази. И КГБ, и прокуратура, и милиция ничего не могли сделать. А когда я приехал, подал в суд на всех, которые, ну, и всех Господь разгромил, ничего нет. Главный автор, который писал, нашли это зарезанного. Профессор, который был, его в подъезде там полуживого оставили. Краевая прокуратура, говорит, да что это такое, такой разгром-то где. Который статью написал там, его лишили возможности работать там. Мы Богу доверяемся целиком. И молимся за врагов. В судный день не помяни их безумия. И на душе легко, у меня нет врагов, вообще нету. А он враг тогда, когда я его признаю врагом. Я его называю врагом, но он мне венец плетет. Радуйтесь и веселитесь, когда будут поносить вас. Ибо велика ваша награда на небесах. Ну, так написано. Отцу Владимиру, если бы кто-то показал наш разговор, я выставлю этот ролик. И, ну, отошел бы он от этого. И деньги категорически запретить, чтобы ни рубля нигде не было. Я скажу про себя, что я очень слабый в некоторых вещах. Очень слабый. Я знаю, вот есть садомиты, там геи называют. Я, ну, представляю. Но мне не вкладывается, неужели это может быть такое безумие. Ну, как это можно? Ну, Павел говорит, мужчина на мужчинах, делая страмп, послание криминам, получая возмездие. Мне трудно это поверить. Трудно просто. Ну, я в деревне. Я не видел, что скотина не делает. Вот мне 80 лет. Я не могу поверить в это. Я застрял где-то на 30-ти годах. Почему? Все время со студентами. Детский лагерь. Я везде... У меня три голубятни все время лажу. На велосипеде. У меня ни мотоцикла не было. Ничего у меня нет. Вот мне подарили вот такой вот телефончик. Все. Но я не звоню. У меня денег нет. Но кто-то все время кидает. А осенью я отдаю. Накидает тысяч десять. Отдаю кто многодетный. Они снимают. Я опять... И Господь это делает. Вот спрашивает. А вам за книги дают? Ну, у меня еще осталось. Полный комплект. 750 евро. И вот я отправляю. Но деньги если получать, я... Ну, открыто же делается. Скажут, хвалятся. Я хвалюсь Богом. Это Бог делает так. Я узнаю, кто там больной. Или кто-то. Они идут со мной. Посылка пришла. Я расписываюсь. Все. Они забирают и пошли. Я не прикасаюсь. Моих отпечатков нет ни на одной ассигнации. Нигде нету. У меня ничего нету. Вы еще не знаете, какой перед вами, говорит, дурак высшей пробы. Я услышал платить десятину 56 лет назад. Внутренне решил, я буду платить девять. И са заработать, десятку себе оставлю. Поэтому на трех работах, как правило, работал. И по сегодняшний день все сохранилось. Это Бог делает. И поэтому Господь говорит, плати десятину. Это третья глава Балахи. Не открою ли я небо для вас? Пролью благодать. И поэтому Бог мне так обильно дает все. Я куда ни посмотрю, это невероятно. Это невозможно. Почему? Бог. Все в Боге. И на душе такая радость. И люди пишут, такие там вот, только успевая. Ну, вчера только там бабушка наша болеет. У ней низ живота болит там столько лет. Я на молитве, уже бабушка на молитве. А тот ребенок, операции делать. Она вот такая, у меня не знаю, у меня столько детей, но она самая любимая. Она уже в молитве моей. Все. И люди это чувствуют и знают. Мы сразу почувствовали. А я этого не знаю. Я просто выполняю, что Бог повелел. Это радость. Радость, что находятся люди, которые приближаются к Богу. А обратиться или нет, от меня никак не зависит. Сеющий и поливающий – ничто. Нуль. Все, Бог возвращающий. Это всегда так палец поднимал и говорил. И Григорий Ефимович, Распутин. Ему говорили в город, поедешь, ты развратишься. Он говорит, а Бог? А некоторые говорят, ой, как вы хорошо о нем отозвались. Я говорю, единственный пророк был перед революцией. Вы знать не знаете. Более оболганной личности не было, не считая Христа. Это действительно так? Он говорил царю, три варианта моей смерти. Первое – просто убьют. Никак не отразится. Если будут участвовать дворяне, там три года будет смута. Если кто-то замешан будет в моем убийстве из царской особы, там из семейства-то, рушится полностью государство. И все погибнут. И так случилось. Ему это открыто было. Сегодня прямо открыто об этом пишут. И кто пишут-то? Мирская литература. И на него лгали. Вот он там где-то с женщинами старт делает расследовать. А он, оказывается, в Астрахани в это время в монастыре молится. Его даже в городе не было. Двойников там подставляют, кого угодно. За ним ни одного дела. Я говорю о Распутине Григория Ефимовича. Но его не надо канонизировать. Мы ему не молимся. Ну, несправедливость. Он за себя не может заступиться, я могу сказать. Когда царь начал делать мобилизацию, а он в это время, его женщина там поранула ножом, он лежал в больнице при смерти, и он телеграмму отбил папа, он звал ее мама, папа, царису, папа, не делай мобилизацию, ты сгоришь. Папа, не делай, ты все погубишь. А царь, нет, эта война нас объединит. Царь не понимал этого. У меня раньше был вопрос, как царь мог знаться с таким Гришкой? А у меня теперь по-другому. Как такой человек мог знаться с таким царем? А все стоит на месте. И царю полезно, и Алешке, и все ушли куда надо. Все погибли от чужой руки. Говорит, а как вы смотрите на канонизацию, там Алексей Ильич против Осипов? А его и не канонизировали, я уже молился ему. Не за то, что он был никудышный царь. Он никудышный был, а за то, что он мученик. Да разве Петр Первый допустил бы такую беду, чтобы вся Россия потянулась на Голгофу? Ему советовали 2000 февралистов этих повесить, и 200 лет про революцию никто не вспомнит. Он не пошел на это, он молодец. Он решил сам умереть. Я попутно это все говорю. Когда на меня какие-то обвинения говорят, отлично на меня. Я говорю, ну вы говорите-то маленько-то, хоть как-то скажите, я оборачиваюсь, а про кого говорят, я даже не пойму. Это про меня. Ну хоть маленько-то вы гляньте, и что перед вами, за какой чущел это сидит-то? Я годен на это или нет? Яна Златоуста обвиняли в блуде. Он говорит, вы меня разденьте и посмотрите. Ну маленько-то надо хоть, чтобы сходилось как-то. Ничего этого нет. Так что свободно проповедовать. Вас запретили там что-то, благовестие от вас никто не отнимет. Это неотъемлемая часть живого человека. Проповедуйте, говорите, пишите в интернете, везде. Вот так. Ну насчет лагеря, значит, лагеря у вас нет? Да, можно, желательно все. Если нет, то мать с кем-то. Потому что мы приглашаем или, кажется, разрешаем как бы в гости. И теперь к нам Роспотребнадзор не вхожий. Жить будете или вместе с нами, где отдельно мальчики и девочки. Готовить там придется самим. Или в отдельном домике. Вот они приехали здесь, а я его не принял бы, если знал. Там мальчишка ночью ходит под себя. Но я ему дал отдельно, чтобы тут не было запахов. И они побыли, такая дружба сохранилась. А тут приехали баптисты с семьей креститься. Ну у него палатки. Я им домик-то дал там, так у него благодарности конца не было. Ну а там кровати, там колодец, все. Ну, крещение принимали двое. Или то ли у него ребятишек. Двое, кажется, с семьей приняли крещение. Тоже услышали, приняли истину. Баптисты приезжают. А насчет крещения, кстати, у вас кто-то спрашивал, я видела ваше видео, кто-нибудь ли делает такое, что здесь перекрещивают, как бы кто не полностью погружен. Нет, это не перекрещивание. Того крещения не было, обманутая. Истинное крещение преподается, если нет. Это 6-й Вселенский собор, 84-е правило, которое говорит, мы ничего не выдумываем. У вас вот спросили, делают ли здесь такое? Делают здесь такое. Здесь прямо в лавре делают. А по благословению отца Наума. Вот как? Да, и это делают в Ходьковском монастыре. Там специально придумали такую огромную бочку, огромную-огромную. И туда даже здоровый человек полностью погружается. Прекрасно. А вот, смотрите, воина Циневский, Лука, он этих моченых совершенно не признавал. Сразу крестил полное погружение. Да. А тут даже было такое смешное, что монаха перекрестили. А у нас и ромонахи были, и архимандриты, и все крестятся, и обратно возвращаются, и работают. Да, да, и вот у нас такое было. Просто это они афишируют, никто не знает особо, кто приходит. Было так, мальчик один причастился, еврейский, а они крещеные. А что делать? Ничего, говорит, готовьте к крещению, крестите, и поехали дальше. Да, да. Да, вот так. Ну вот отцу Владимиру как-то бы скинуть такой материал, чтобы от денег отошли они, если возможно. Да они не послушают. А, не знаю, я не берусь и судить, и не знаю. У Бога все в руке. А я писала ему прямо там, когда был прямой эфир, там же можно писать еще. В инстаграме. Они мои вопросы, которые такие безобидные, они их озвучили, а насчет денег, когда я конкретно там сказала, они уже не озвучили. Но они были прочитаны, и они прослушали. Я скажу вам, это было вчера, а сегодня другой день. Не 12 часов в одни. Я говорю, кто видит свет, тот не спотыкается. А я буду очень рада, если он услышит. Да. Скажите, уберите деньги совершенно, и исторгните. И испечайте везде, чтобы нигде ни копейки не поминалось. На молитве деньги не могут быть. Это самая настоящая симония. Простите, я вас перервала. Вы что-то хотели сказать? Да я это хотел сказать. Это смертный грех. Вот в чем дело-то. А отец Владимир для меня не чужой. Он всегда моих молитв. Для меня тоже. А вы знаете, Глеба-то Грозовского-то, 14 лет накатили ему. Да, да. А мы каждый день молимся за ним. Господи, не дай ему погибнуть отчаяться. Я не знаю, было у него, не было там педофилии и прочее. Меня это не касается. Он в трудном положении. А я знаю, что такое быть в тюрьме. Я имею право ходатайствовать за него. Такой есть канон, который сам был. Вот я исповедник, я не мученик. Хотя меня там мучили, но я не умер. И поэтому мне дается право ходатайствовать о тех, которых там отлучили. Но у него другая ситуация. Вот как. Церковь, любящая мать, у нее все обдумано. Потому что знать, что там есть, если ты не был, ты не знаешь. А мне дается право за него ходатайствовать. У меня ему было полегче. Если вы... Ну, он отрекся, когда его пытали. У него-то другая обстановка. Не об этом речь идет. А что там у него было? У меня были помыслы тоже. Я услышала новость. Тоже были осудительные такие помыслы. Не надо, не надо. А вы вот сказали сейчас. Да, и мы никак. Я ничего не знаю, Господи. Я знаю только я ничто перед тобою. А ты мне позволил взывать к тебе. Как об этом Державин Гавриил Авраам... Это Абрамовец пишет, Гавриил Романович Державин пишет. О да Бог! Что? Ты кто? Я кто? И ты слышишь. Вот бывает. Бездна, бездну взывает в Атабад. Что такое? Бездна моих грехов. К бездне милосердия Божия. Вот так. А вот смотрите, на Афоне приезжают отсюда, которые люди. Моченые. Всех крестят сразу же. Сразу в море и все крестятся. Они это мочение вообще Афон не признают. Да и что признавать-то? Слово крещение означает погружение на всех языках мира. Погружения-то не было. А я вот и не помню. Меня, по-моему, тоже не полностью. Ну, он готовится к крещению. У нас сегодня 7... Нынче 7 июля будет крещение. 7 июля. Вот. Ну, у нас правила какие. Мы даем маршрутку. И какие правила? Табакуры даже не должны появляться. Женщины без всяких украшений. Все грудь, чтобы всегда была закрыта под шеей. Вот так вот. Вот как у меня. Вот так. Вот так, чтобы никогда грудь не была видна. Никогда. И чтобы женщина была всегда в платке. Потому что ты в любой момент можешь молиться. А молящиеся с открытой головой, говорит, постыжает голову. А постыжает, это у тебя будут мысли путаться. Это все серьезно очень. И зачем бы Павел писал про это? И у нас самые... Вы видели, как у нас молятся? Видите, как девочки одеты? Да. Только вот меня удивляет. Зачем два платка? А за тем, чтобы волосы не выбивались. Это поводник. Это форма русской обычной. Это так рисует Репин, Суриков, Поленов. Мы не выдумали ничего. Почему? Один платок, голова все время... А там первую надевает, а дальше она уже прямо надо здесь закрыть. Потому что так она никак не может, чтобы волосы-то не вылазили. Да и красиво так, и по-русски. Это в общем, это же не трудно совсем. Вы видите, и самая маленькая девочка, и как они покрыты, какие они как красиво выглядят. Да, видно. Как-то приехали у нас американцы были здесь, библейское общество, а мы там жертвовали деньги на Библию, чтобы на другой язык переводить, айродский-то. Но они наших женщин увидали, какие у вас красивые женщины. Я говорю, это платки красивые. Так что никогда не допускайте уныния. Уныние, знаете, святые объясняют, когда они начинают прилоги, сирицевина, там, как сочинение пишут. У меня на все простая схема. Я и Бог. Я отвечаю, уныние от плохо сделанной работы. Уныние от того, что плохо молился, плохо постился, плохо проповедовал, плохо относился к ближним. У тебя и уныние, плохо работал, у тебя ничего нет, и ты думаешь, а как же так, там, брак такой. Вот уныние, просто понятно. Надо все делать на отлично, высшего качества. И Павел говорит, что делайте, делайте как для Господа. Я делаю Богу. Печешь и блины какие-то, пирожки. Христос придет и будет сегодня у тебя вечерю творить. Да. И вы должны так именно понимать, чтобы у вас в душе была радость, что мы с Господом. А отцу Владимиру, если будете дать, молитесь и все, и сказать, чтобы его на этом люди не задерживали. Отменить деньги. Отменить категорически. Чтобы даже не именовались нигде. Не можете служить Богу и мамоне. Еще есть не это. Где это такое, что за деньги молились? Где? Найдите хоть одно место в Библии. Этого нет нигде. Это то, что должно быть уничтожено сегодня же. И давайте вместе будем молиться, чтобы деньги ушли у них. Давайте. Вот давайте. У нас уже трое. Все. Вот молитва по соглашению началась. А когда? Я присоединяюсь. Сейчас только кончим и сразу начинаем молиться. Это три святоя. Вместо Царю Небесной Христос воскресе. И сто поклонов. И в день. И в день. Это семь раз. Семикратно в день. Семикратно в день. Да. Это 118. Солом 164 стих. Говорит. Семикратно в день прославляю тебя за суды правды твоей. Не за то, что у меня дети здоровые. А за суды. За Майдан. За революцию. За убийство. За суды Божьи. Бог знает, что нам лучше. И Он дает. А поклоны поясные же, правильно? Поясные. А светися, светися. Земной. Молитва одна. А, земной можно, да? Светися, светися в Новый Иерусалиме. Она вместо достойной есть всякого истину. То есть, когда Вы делаете поклон, какую молитву читать? Ну, это, светися, светися в Новый Иерусалиме. Это вместо, сейчас, достойной есть всякого истину блажить эти Богородица. Это не считается. Сорок дней ее не считают. А считается, светися, светися в Новый Иерусалиме. И земной поклон. А земной, значит, руки не растопорчат. Рядом это 10 заповедей. Колени, лоб должны коснуться руки земли. И мы, я сейчас Вам скину материал здесь. И Вы можете завтра к нам присоединиться уже на утреннюю молитву. На 5 утра. Ну, у нас 5 утра. У Вас будет 2 ночи. О, 2 ночи. Ну, 2 ночи еще мы как раз можем. А я с интернетом все время почти в 2 часа встаю. У меня огромная почта. Пока ответишь. Такие вопросы. И люди приходят новые. Все новое и новое. Тут выступил у нас в печати этой. Статья напечатана была. Ну, я мог бы даже просчитать ее. Подожди-ка. Сейчас закрою я или нет себе тут. Подождите. Нет, наверное, не закрыть мне. Ага. Так, вот, закрыл. Так, ничего, не уходите. Не уходите. Сейчас я еще разок. Так. Сейчас я захожу сюда. Покров. Вот, посмотрите, какую статью напечатали здесь. В местной газете. Епархиальной. Подожди, подождите. То есть, бас режет. Так, сейчас у меня КЛМНОП. А вот, все открылось. Московский патриархат. Слушайте вместе. Студенческий журнал «Покров» в Барнаульской духовной семинарии. Номер 9. 2016 год. Страница 34. После подписания акта о каноническом общении и восстановления единства внутрирусской поместной православной церкви, пользуясь нормами приложения к акту о каноническом общении, приход, потеряя в Барнауле, сохранил свою юрисдикционную связь с РПЦЗ, не входя напрямую в подчинение Барнульской епархии. Не входя. То есть, он ничего не может... Они сами нас в такое положение поставили. Мы не молимся по-прежнему за Илариона, за рубежной церкви, а у них в списках нас нету, потому что заставили их это сделать. Несмотря на то, что время, определяющее переходной период для российских общин РПЦЗ до 17.05-12 года истекло, а уже 7 лет прошло, приходы в городе Барнауле и Силая Потеряевка фактически поминают за богослужением святейшего патриарха Кирилла и предстоятеля РПЦЗ митрополита Илариона Капрала, имея при этом полное общение с Алтайской митрополией. Но мы поминаем, когда они у нас служат, а когда они служат, то не поминаем. Крестоводвиженский приход города Барнаула и община Силая Потеряевка являются уникальными и своеобразными приходскими общинами. Так это церковный журнал патриарший. Члены общин придерживаются многих благочестивых традиций, свойственных старообрядцам. Мужчины не бреют бород, остригают волосы, волосы не длинные, носят рубахи на выпуск с поясом. Женщины также не носят облегающих и тесных одежд, носят платки. В общинах строго поддерживается древнерусский нравственный и бытовой уклад. Многие всем немногодетные. Старостой этих общин является родной брат Партаирея Якима Лапкина и Игнатий Тихонович Лапкин, известный православный миссионер, объехавшись проповедями в дальнем зарубежье. Миссионерская практика Иты Лапкина вызывает разную реакцию. Однако, можно уверенно утверждать, что благодаря его миссионерским и апологетическим трудам к православной вере пришли тысячи людей. Доктор богословия, кандидат юридических наук, профессор капитал истории Церкви Черновицкого православного богословского института на основе храма Святого Луки, города Норильска, священник Павел Бочков. Видишь как? Нам Бог сам это дал. Мы не придумали поминать, не поминать. Мы остались в прежнем положении. Единственное. Я думаю, там на верхах они это понимают. И вот представьте, 3 февраля исполнилось 40 лет, как в священном сане, мой брат отец Аким. И митрополит где-то был далеко, но он успел приехать на богослужение, с ним священник, помощники там. И у нас вот здесь в Барнауле там все заснято. Если на нашем сайте зайдите, митрополит, слово запустите, оно выйдет. И во время службы, я такого не слыхал даже, он объявляет награду отцу Акиму, а мы в РПЦЗ находимся, снимает с себя крест с украшениями и на него надевает. Это вообще весь неслыханное. Представьте, он приехал-то, не успел взять награду-то, а награду как раз такую обвил, которую у него на шее. Он снял и на него повесил. Вот наши отношения. Это Господь так сделал нам, такую свободу дал, но мы нигде не вылазим лишнее-то. Хотя засыпиться, тут можно, там меня, что я мощи не признаю, монашество, это неправда. Я признаю и говорю, Бог сказал еще до согрешения, прах-то и в прах возвратишься. Прах и в прах. Так вот сделайте, соберите все мощи и в прах похороните. А вы ноги отпиливают, моют, воду хватают, эту там показан, там ужасно. Полноги отпилена, там эта ступня, ее там моют они, и в бах вода тещет, а потом епископ подходит, люди хватают воду ведрами, куда они ее там пьют или еще делают. Даже смотреть, и то страшно. Нет, это смотреть страшно, но я, например, рада, что у нас тут мощи преподавателя Сергия. Да пускай они будут. Когда они как-то спокойнее. Да пускай они будут, я же не против. Я там, где бываю, везде посчитаю, преклоняюсь, целую. Но нельзя же так, как Андрей Кураев говорит, буквально нанотехнологии, что в каждом доме, хоть частичка микронная, но была от всех святых. Ну нельзя это. Я за монашествами руками. Ну не такое за стенами, чтобы монахи одинокие шли и проповедовали. Они не проповедовали, 2 миллиарда мусульман. Проспали. Вот все. Они лгут на мои слова. Я против монашества, которое заперло себя, зарытый талант. У Пахомия Великого 11 тысяч монахов было. 11 тысяч проповедников, и ни одного не послали в Среднюю Азию. Вот оно теперь, Туркмения, Узбекистан, все это пошло туда. А вот теперь Иран, Ирак. А вот теперь бишь Божий в лицо. Как Иоанн Кронштадтский говорил. А Господь сказал, идите и проповедуйте по всему миру. Проповедуйте. Ну да, Иоанн Кронштадтский тоже везде ходил. А мы сидим, укрепляем свои храмы. Да. А воздействуем на мозги прихожанам, чтобы они покорнее были. И деньги несли. Ну вот мы, я вам говорю, что молитва по соглашению, то по согласию. А она в Священном Писании утверждается. Как? Только сигнал Павел дал, и вся церковь уже молится. Он пишет Коринфянам. Коринфскую церковь поднял на соглашение. Церковь поднял к филиппийцам. Ну никаких денег, конечно, нету. Какие деньги-то? В любое время можно молиться. А вот мы молимся, потому что надо показать, как правильно кланяться, что считать. И у нас после, когда мы отмолимся, мы продолжаем считать о покаянии, о крещении. У меня богатые материалы. Такая книга мной выпущена «К истинному православию». Я повторяю, 40 лет набирал материалы на одну книгу. Это материалы. По этой книге диссертации там защищают. Я себе ничего не приписываю. Это Бог сделал. Благодать Божия позволила. У меня нет образования никакого юридического, теологического. Я технарь. И с Богом. Ну что, вопросы? Мы, наверное, тогда к вам, может, приедем. Да. Только знаете что? Вы уже к 1 июня определитесь. Я 10 июня уже уезжаю. Я вам скину маршрутку. Вы на чем, на поезде, самолете или на машине? Скорее всего, с детьми-то на самолете. На самолете. Ну, тогда я дам адреса, телефон, и вы позвоните, и уже с аэропорта к нам завезут. Ага. Да. До 1 июня вам сообщить, да? Да, потому что 10-го я уже выезжаю отсюда. Я в Барнауле нахожусь. А, еще же сейчас май будет. Да, хорошо. 10 июня у меня день рождения, и 10 июня мы выезжаем. Все, понятно. Все. А 11-го я пойду уже на 9-й десяток. Ну, с Богом вам на 9-й десяток. Спасибо, Христа. Спасибо, Господи. Христос воскресе. Воистину воскресе. Христос воскресе. Спасибо, Господи. Воистину воскресе. Так, все вопросы решили? Да. Ну, да, да. Ну, все, все. Так, а может проповедовать и вести свои каналы, все может, его не тронуть. Но прекратить деньги. И ничего священнического не делать. Не благословлять никого, ничего. Раз тебя рукополагали, там, все, признай себя неправильно. Прими. Прими. Хватит наруководился уже. Ну, да. У меня сколько раз епископы, митрополиты сидят, прямо хватали, поставить священникам. Я отбился. Нет, я говорю, это не мое. И я не пожалел. Мне не дано. Я на дому, мы прошли курсы на священника. Так что, во славу Божию. До свидания. Ага. До свидания. Храни Господь. До свидания. До свидания.